Здравствуйте, дорогие коллеги. Приятно очень всех видеть. Сегодня поговорим о… приготовила для вас практическую такую тему, как управлять поведением покупателя в магазине нижнего белья. Представлюсь для тех, кто меня не знает. Меня зовут Баландина Анна. Я 20 лет в индустрии, эксперт-практик. Начинала свою карьеру в Европе. Занималась репозиционированием бренда iLily. У меня западное бизнес-образование, голландский мастерс. Я 7 лет работала в холдинге BNS Group как имидж-директор всех брендов корпорации. Среди брендов был бренд нижнего белья Collin Client Jeans. Почти 10 лет в консалтинге. Наша компания занимает… У нас 4 направления деятельности. Мы создаем и занимаемся рестайлинг торговых концептов. То есть создаем дизайны проекта, продающие магазины. Все виды визуального мерчендайзинга, аудит, разработка стандартов, витринистика и обучение. Обучаю лично я и в формате групповых интенсивов, и индивидуально под бренд. В вашем сегменте у нас много известных клиентов-партнеров. Среди клиентов это Encanto, Lanet, Mark Formel, Sintagam, I Love Mom, Fest. В общем, десятки брендов. На сайте можно почитать отзывы. Мы активно сотрудничаем с бельевым сегментом, хотя у вас очень узкоспециализированные инструменты, которые работают именно только для вашего сегмента. О чем я сегодня хочу поговорить. Что изменилось в поведении покупателей после пандемии, и какие уровни влияния существуют сейчас, как вы можете влиять на поведение покупателей. Вот мы их разберем. Это три разных уровня. И я расскажу, на каком уровне, что вы можете ждать от покупателя, как нужно оформить торговое пространство, витрины и так далее. Во-первых, что изменилось после пандемии. Но покупатель стал более осознанный, менее эмоциональный. Он даже сравнивает, проводит аналитику и сравнивает в сети цены того или иного бренда. И, конечно, он хочет за свои деньги лучший товар. То есть вот качество, экологичность, комфортность вещей – это сейчас маст. И покупатель ждет глубинное взаимодействие с брендом. То есть это что значит? То есть он не готов, если он идет оффлайн, в магазин, он не готов покупать просто в точке с товаром. То есть склад с товаром не помогает продажам. Это должно быть уникальное коммерческое пространство, которое выражает ценности бренда и помогает покупателю взаимодействовать с вашим товаром и через продавца, и через дизайн, и, конечно, через весь товар, который полностью виден, эмоционально представлен. Сейчас какие-то азы на эту тему дам. Итак, уровни влияния на поведение покупателей. Первый уровень – это эмоциональный. Понятно, что это витрина и входная зона. Он в меньшей степени работает на продаже, но в большей степени работает на затягивание покупателя в магазин. То есть иногда ты смотришь на витрину, она совершенно не эмоциональная, но очень много товара. Там несколько торсов, еще что-то представлено на каких-то… Иногда просто на торговых столиках. Всегда имейте в виду, что витрины и входная зона – это прежде всего эмоциональный уровень. То есть покупатель в течение трех первых секунд, пока видит вашу витрину, принимает решение, заходит он к вам или проходит мимо. И это все происходит на уровне подсознания. То есть через витрины вы должны сделать так, чтобы покупатель к вам зашел. Пару слов об этом расскажу. Следующий уровень влияния – это коммерческий. Это через правильную презентацию товара. И здесь вам нужно проинформировать покупателя о всем, предложении о всех функционально-стилевых группах, которые у вас есть. Выделить правильным образом какие-то ключевые хиты, чтобы они были драйвером всей коллекции. Продемонстрировать уникальность торгового предложения, соотношение цена-качество и продать товар. Есть еще один уровень, я о нем расскажу в заключении. Это глубинный уровень, который объединяет этих два и возвращает покупателя в магазин. Это уже торговый концепт. Начнем с эмоционального уровня – витрины. Во-первых, витрины бывают в двух типах. Товарные, в которых только товар. И, ну как вы считаете, вот эти витрины могут продавать? Ну то есть они продают, затягивают, работают на вход. Ну в целом работают, на мой взгляд. Это Oysha, такая базовая презентация в начало летнего сезона. Почему работают? Потому что, видите, грамотные группировки, хорошо освещены витрины, то есть подиумы есть, разноуровневая презентация. Взято три цвета плюс цветовой акцент. А это золотая формула, которая всегда позволяет в едином стиле представить коллекции. Входная зона не пустая. На ней мы видим группу и манекенов, и тут же товар пригруппирован. То есть в целом, если у вас красивые манекены, все это правильно пригруппировано, то есть есть во входной зоне товар. Витрины без декорации могут работать, но они будут всегда проигрывать витринам с эмоциональным компонентом. И вот тут я вам хочу показать интимиссии, которые сейчас перешли в сегмент как раз витрин с декорациями. Это их старые витрины, то есть где-то пятилетней давности. Вот как раз, видите, много товара, комплектики. И посмотрите, как они выглядят сейчас. Согласитесь, что такие витрины значительно лучше затягивают в магазин. В целом рассказывают о всем предложении буквально через четыре комплекта, которые они демонстрируют. То есть задача витрин создать в некотором смысле такой легкий вау-эмоциональный эффект и затянуть. Законов очень много. Как сгруппировать, как все комплекты на витринах должны быть связаны между собой, какие модели выбрать. То есть здесь нет ненужных мелочей, как оформить всю витрину. То есть, казалось бы, четыре манекена и какая-то декорация. А на самом деле это целая наука, которая требует изучения тех специалистов, которые работают с коммерческой витринистикой. То есть сегодня лучше работают товарно-эмоциональные витрины, в которых есть какой-то эмоциональный компонент. И в вашем сегменте не обязательно делать какие-то дорогостоящие витрины. То есть главное, чтобы они были продуманы и оформлено было все поле витрины. Вот вам пример, как, в принципе, обробив даже стикером, можно создать вот эту эмоциональную картинку. Если у вас есть витринные задники, то отлично работают эмоциональные имиджи в витринах. И здесь важно помнить, что имиджи, которые вы представляете в витринах, они должны рассказывать истории. История о вашей целевой аудитории. То есть не товар, как таковой, вы показываете на имидже, а рассказываете красивую историю. Вот как, допустим, здесь. И вот если сравнить, например, две витрины, это, естественно, витрины разных брендов, но один сегмент, где-то средний плюс, такой ближе к премиуму. Дорогая такая бодуарная коллекция. Согласитесь, что правая витрина значительно лучше работает. За счет чего? За счет обоснованности вообще истории. То есть в ней рассказана история. В левой витрины с вишенками. Здесь есть товар, и здесь есть акцент на товар. Она немножко перегружена оформлением. Совершенно необъяснимые какие-то стикеры с вилками-ложками. Ну и в целом, конечно, особенно если бы вы их смотрели, пройдя по галереи, уверяю вас, вы бы выбрали правую. И зашли бы в магазин с правой витриной. То есть еще очень важна целесообразность оформления. Даже если мы не комментируем шарики, а просто рассматриваем вот эту белую витрину, получается, что на переднем плане вазы и не совсем понятен посыл. Плюс имидж несколько пропадает в этом общем декоре. Если у вас есть задняя стенка, то имидж лучше делать во всю стену витрины. А на его фоне можно уже и группировать манекены, и какие-то элементы декораций. Вот другой пример. Видите, практически та же самая тема. Да, тоже белые вот эти флоральные цветы, но здесь есть нежность, здесь есть, в принципе, тема коллекции, здесь нет замусоренности витрины. И это вот тоже разница, которая сказывается на то, как будет воспринято вот эти два разных магазина покупательницами. Очень важно помнить, что входная зона имеет мощный коммерческий потенциал, и она и затягивает магазин, то есть должна быть оформлена с какими-то элементами сезонных декораций, которые есть в витринах, в данном случае какие-то эффектные шляпки. И тут же пригруппирован товар. Тогда входная зона работает. То есть если вы стоите на входе своего магазина, у вас широкий проход к кассе, значит, у вас ошибки в оформлении. И нужно изучать планограмму и делать более коммерческую расстановку оборудования, и какое-то оборудование стопер, эмоциональное, на входе располагать. Следующий уровень – это коммерческий. Как я уже сказала, это как раз с помощью инструментов визуального мерчендайзинга мы помогаем покупателю увидеть все коллекции, комфортно, не спеша пройти через ваш торговый зал. Почему не спеша? Потому что чем больше покупатель находится в магазине, тем вероятнее, что он приобретет товар. То есть вот такая прямая взаимосвязь. Поэтому, конечно, в торговой точке все важно. И температура воздуха, и комфортная музыка, и уж тем более, как выставлен, как презентован товар, как выставлен свет, непосредственно влияет на желание покупателям находиться в магазине и, соответственно, изучать ваш товар. Ну и вот если, например, посмотреть… Вот взяла две фотографии торговых залов, такой, да, и вот один из залов ОИШа. Однозначно, что в этом зале комфортнее. Почему? Хороший свет, видны все коллекции, есть какие-то эмоциональные такие зацепки, то есть есть имиджи, есть группированные манекены, сделаны какие-то фронтальные презентации. В отличие от вот этой презентации, где оборудование перекрывает частично коллекции, и все коллекции вывешены вот такими длинными рядами. Нужно понимать, что длинными монотонными рядами коллекции не продаются, что есть такое свойство восприятия взгляда любого покупателя, то есть в длинном монотонном ряду он видит максимум пять товаров родственников. Поэтому нужно всегда делать какие-то паузы между коллекциями. И, конечно, самая такая понятная пауза, которая напрашивается в магазине нижнего белья, это через манекены, торсы на верхних полках, если мы говорим о пристенном оборудовании. То есть пригруппировывая манекены к коллекциям, вы как бы создаете такую визуальную фигуру, на которой и разбиваете монотонность презентации. Поэтому очень важно иметь какие-то VM-элементы в своем торговом зале. Что еще помогает? Разноуровневое торговое оборудование. То есть как минимум два вида напольного оборудования у вас должно быть в зале, и оно должно быть легкое, мобильное, и не перекрывать коллекции за ними. Декоративные какие-то элементы. Это могут быть сезонные тогда, а не только во входной зоне. Вот на этом столе стопперы, либо вот как часть дизайн проекта. И это работает для всех сегментов. Не только для масс-маркета, но точно такие же приемы, но, соответственно, может быть, с более дорогими элементами в средний плюс сегменте. Еще отлично работают постматериалы, то есть имиджи, причем эмоциональные имиджи, на неторговом уровне. Есть такой имиджевый уровень. Это высший уровень глаз, который ни в коем случае не должен быть пустой. Манекены, торсы, декоративные элементы. Это то, что вы располагаете там, сделав акцент на коллекцию, которая под этим уровнем. И тут важно понимать, что если вы используете имиджи, они отлично работают, но они должны быть пропорциональны размерам торгового зала. То есть согласитесь, вот такие маленькие картинки разрозненные по стенам, они не читаются покупателями. Да, это должна быть стройная история, хорошо видимые со входа, такие большие эмоциональные имиджи. Есть золотые торговые уровни. Часто о них говорю, потому что если вы… То есть это основа вашей презентации. Эти два уровня – это те уровни, от которых вы выстраиваете свою презентацию. И любая презентация имеет как бы свою геометрию. Вообще, если, допустим, у вас пристенка, на ней вы представляете какие-то функционально-стилевые группы. Внутри них вы создаете капсулы. И прежде всего цветовые капсулы, можно создать трендовые капсулы, но для этого у вас должен быть такой очень специальный трендовый продукт, который легко считается покупателем. Цветовые проще. Здесь есть такая подсказка, когда берется три или два цвета, и модели с кружевом или принтами в этих же цветах. И вот они группируются вместе. Ну, здесь это большая такая цветовая капсула. Она может быть в два раза меньше. Она даже может занимать всего лишь три вертикали. Но вот формула ее… Я вам назвала вот эту золотую цветовую формулу. И, значит, тут есть, видите, две горизонтали. Это вот эти как раз золотые уровни. На них вы презентуете самые коммерческие маржинальные модели и две центральные вертикали, которые тоже для ключевых и самых доходных моделей. И вот так вот выстраивается презентация. Вы видите, здесь есть визуальные паузы, тут есть манекен, да, и боковая развеска. Можно, наоборот, какую-то фронтальную длинную модель презентовать, чтобы, опять же, сделать вот эту… разбить монотонность презентации. Ну, вот если, допустим, рассмотрим для примера такую часть развески, как вы думаете, сколько здесь цветовых капсул? Одна или две? Две, да. Вот, здесь две цветовые капсулы, но ошибка здесь в том, то есть если у вас такое оборудование, то есть нет каких-то ниш, то, соответственно, вы как бы за одной капсулой вынуждены презентовать другую. Но вам нужно все равно визуально показать окончание одной капсулы и то, что у вас, ну, как бы следом идет новая цветовая капсула. Что здесь нужно было сделать? Элементарный прием. Вот ночную, да, вот эту сорочку, повесить место центральной вертикали и черно-красной модели мы, получается, группируем справа, да, а лимонно-черные с кружевом, соответственно, слева. Все, уже четко две капсулы. То есть вот это всего лишь один самый такой простой пример вот для этой презентации. Ну и возвращаясь к этому слайду, какие здесь ошибки. Прежде всего, пристенная презентация длинные монотонные ряды, да, не продает. Оборудование тоже очень странное, не совсем коммерческое. Напольное перекрывает стены, видите, объемное такое, массивное. А пристенная имеет вот этот портик, который уже закончил как бы всю картину. И получается, что все, что вы выставляете выше портика, вот в таком виде, смотрится, как будто вы поставили что-то там на шкаф себе. То есть, по сути дела, здесь, конечно, нужно менять торговое оборудование. Плюс торговое оборудование пристенное с железной сеткой, да, не совсем логично использовать в магазине нижнего белья. Нижний уровень тоже не самый удачный, потому что высокие ножки, а можно было сделать там спокойно уровень накопитель, да. И в целом это такое неконцептуальное оборудование. Выйдя, значит, и сам торговый зал, и выйдя, откуда покупатель, конечно, не запомнит этот бренд. И на подсознание у него вряд ли отложится, ну и какое-то взаимодействие произойдет с этим брендом надолго, да. Значит, еще раз хочу проговорить про эффективное и неэффективное торговое оборудование. Какое оборудование не продает? Когда у вас несъемные фронты в пристенной презентации. И что получается, что вы будете всегда заложники вот одной и той же картинки, да. То есть вы не сможете менять презентацию под задачи ваших коллекций. Вот. Есть еще такое понятие, как оптимальная вместимость торгового зала, я сейчас не буду об этом, но ее нужно высчитывать, и она тоже предполагает, что оборудование у вас съемное. Что еще не продают? Закрытые стеклянные прилавки, конечно, ну и громоздкое напольное оборудование. То есть любое оборудование, которое перекрывает коллекции за ним, считается низкокоммерческим, потому что, то есть эти комплекты нам видны, следующие покупатели уже не видны. Вот. То есть какое нужно выбирать оборудование? Съемное, да, пристенное, чтобы вы могли поменять фронты на полки, полки на фронты, напольное, легкое и мобильное, чтобы можно было их пригруппировать при необходимости, и торговые столы с широкой рабочей поверхностью, чтобы вы могли торсы поставить. Может быть, манекен посадить, какие-то аксессуарные там лотки, стойки поставить. То есть это все помогает покупателю увидеть и захотеть вашу коллекцию. Ну, здесь такой маленький пример. Это молодой совершенно бренд. Ребята сами открыли первый магазин, сделали оборудование. К сожалению, оборудование было сварное, и видите, получилось, что несъемные фронты, все в боковой развеске. Прекрасный такой бренд сегменты средний плюс, даже ближе к премиальному, но коллекции, естественно, не видны. И что они сделали после обучения, то есть после консалтинга? Они добавили, то есть они изменили оборудование, они добавили, создали эмоциональную съемку, добавили имиджи поверху, заказали себе, видите, съемное пристенное оборудование, и вот как на новом оборудовании уже презентован у них тот же самый товар. Согласитесь, было-стало. То есть это совершенно разные уже коллекции, если мы смотрим на это глазами потребителя. Очень важен рутинг торгового пространства. Что такое рутинг? Это когда мы расстановкой напольного оборудования направляем покупателя через все коллекции. Ну, если у вас совсем маленький торговый зал, да, там, допустим, нет напольного оборудования, один какой-то там вот на входе стол-стоппер, ну, такие тоже бывают, но, как правило, напольное оборудование есть. И вот важно выстроить путь, чтобы открыть стены, чтобы покупатель, как бы заходя там, допустим, видел как раз оборудование стоппер, потом шел по заданному пути, смотрел коллекции на стенах и вот так вот двигался через оборудование и изучая все коллекции. Вот. То есть вам важно, чтобы покупатель не на входной, покупательница, да, не во входной зоне принимал решение, нравится им, не нравится, хочет, не хочет, а все-таки как бы неосознанно уже начинал двигаться в глубину вашего торгового пространства. вот. И это вам пример как раз рутинга, да, то есть рутинг и визуальные фигуры. И тогда, причем, чем больше торговый зал, считается, что на 50 квадратных метров вот одна визуальная фигура, а фигура это группа манекенов, да, или там группа торсов, обязательно должны быть. Чем больше торговый зал, тем выше вы поднимаете фигуры, которые расположены в глубине, да, то есть зоны, которые в глубине зала. Так, ну, этот неудачный пример мы с вами разобрали. И, соответственно, то есть у нас есть эмоциональный уровень, да, который помогает затянуть, да, который не столько продает, сколько работает вот на это, на принятие решения зайти изучить коллекции, да. Есть коммерческий уровень, который непосредственно продает коллекции. Они, конечно, работают в взаимосвязи. И есть еще третий глубинный уровень. Это торговый концепт бренда, то есть ваш уникальный коммерческий дизайн-проект готовый к тиражированию. То есть, если правильно создан дизайн-проект, то его легко масштабировать. Правда, иногда делаются дизайн-проекты отдельно для флагмана, такие более, ну, и дорогие, и более эпатажные, да, но основные торговые дизайн-проекты для сетевого бренда, вот если они коммерческие и эмоциональные, их легко тиражировать, и они будут работать на запоминание бренда, на то, чтобы у покупателя выстраивалась вот эта вот ассоциация, что такой-то бренд, вот так-то выглядят магазины, потому что мы же все знаем, как выглядят, например, магазины интимиссиями, допустим, да, но, ну, ладно, не буду приводить плохой пример, но, то есть, а есть магазины нижнего белья, в которые мы заходим, выходим, и спроси вас на следующий день, как назывался бренд, и вы уже не вспомните, потому что нет вот этой вот комплексной картинки, то есть у товара нет лица, то есть это тоже очень важно. Нужно понимать, что магазины, то есть дизайн-проекты, они меняются вместе со своей аудиторией. Кто-нибудь знает, что это за входная зона? Это Victoria Secrets. У них сейчас мощнейший ребрендинг, и это первый магазин в Нью-Йорке, значит, полностью измененный под вкусы новой целевой аудитории. Если помните, Victoria Secrets — это крылья, да, это такие розово-черные инструменты. На самом деле у нас было большое обсуждение в Инстаграм, то есть как нравится, вот, например, нашей аудитории в Инстаграме, у меня все-таки там специалисты, да, и неоднозначное, конечно, впечатление, то есть они расширили ассортиментную линейку, они добавили модели oversize, то есть они, видите, сделали акцент на торсах и манекенах для полных, и, значит, убрали вот этот розовый, добавили такие светло-нюдовые тона, и вот сейчас тестируют аудиторию, насколько нравятся вот такие изменения в бренде. Вот, то есть когда бренд выбирает дизайн-проект, нужно понимать, кто ваша целевая аудитория. То есть есть разные архетипы, и разные архетипы покупательниц, им нравятся разные магазины. То есть если это такая бодуарная соблазнительница, да, то, соответственно, вот какие-то темные такие бодуарные магазины а-ля жен-провокатор. Если современная, сильная, да, там такая работающая, путешествующая женщина, то магазины такие как бы в стиле чувственного минимализма, но с какими-то золотыми элементами, в то же время с хорошим светом, эмоциональными группами. Еще можно выделить такой архетип, как хранительница домашнего очага, да, женщина-мать, ну и которая в основном покупает какие-то комфортные домашние коллекции, да, из натуральных материалов, и, соответственно, магазины им нравятся, опять же, из натуральных материалов, теплого света, где много дерева и какие-то мягкие, там, мягкая цветовая гамма. Ну и, пожалуй, еще один архетип назову. Это такие игривые лолиты, да, девушки-подростки. Ну, соответственно, магазины вполне подходят под запрос такой целевой аудитории. Еще назову пару трендов, которые сейчас есть в торговом дизайне, на котором можно построить, если вы понимаете, что целевая аудитория и ваш продукт подходит внутри этого тренда, то на этих четырех трендах можно выбрать один из и построить дизайн-проект. То есть эко-френдли магазины, да, магазины в чувственном минимализме, то есть минимум декора, хороший свет, акцент на товар. арт-деко сейчас вовсю расцвел вот этот стиль. Здесь используются такие более яркие цвета, видите, закругленные формы, велюр, бархат, как материал, который используется в концепциях. И, соответственно, резюме, как повысить продажи в оффлайн-магазине, как влиять на покупателя. Первый уровень – это, конечно, визуальный мерчендайзинг, да, то есть низкобюджетный инструмент. Обучаем сотрудника, причем он может даже в вашем сегменте выполнять несколько функций, не только мерчендайзер, а там, допустим, и администратор, если мы говорим об одном магазине. Но, конечно, он должен быть профессионально обучен, чтобы он не на свое усмотрение презентовал товар, а четко понимая, какие правила работают в вашем сегменте. А уже дальше, если вы понимаете, что ваши покупатели изменились, что ваш магазин требует обновления, вы делаете экспертный аудит магазина, либо обращаетесь к специалистам, либо делаете его сами, если у вас есть знания, анализ целевой аудитории, и дальше решаете, как доработать свой магазин, чтобы он лучше продавал, чтобы он врезался в подсознание потребителей, и чтобы вы из года в год, из сезона в сезон увеличивали свои продажи. Пользуясь случаем, хотел вас пригласить на свой сезонный интенсив. Вот он будет 7 сентября, это 6 академических часов интерактивной теории и 2 часа Blitz-консалтинг с каждым участником. Там все, начиная от базовых законов, заканчивая расчетом оптимальной вместимости, как выделить функционально-стилевые группы, как работать с цветовыми капсулами. Рекомендую. То есть можно взять без Blitz-консалтинга. Обычно, конечно, все берут за Blitz-консалтингом. Подойдите, запишитесь, если вы хотите получить VM-чек-лист. Он совершенно бесплатный. Если кто-то еще не пользуется нашими VM-чек-листами для магазина нижнего белья, то оставьте свои координаты, и мои сотрудники с удовольствием его пришлют. По нему вы можете проверить, собственно, свой магазин. И сегодня мы также предоставляем скидку на любой тариф, в 2000 рублей до 1 сентября. Поэтому, если есть желание обучиться, то неплохое время, чтобы это сделать и усилить свой сезон. Наш инстаграм. Не знаю, почему они так вдруг мелко. Тут, видимо, технический глюк. Ну, в общем, наш инстаграм. VM, нижнее подчеркивание, гуру. Здесь есть руководитель тренинг-программ. Вот там анкетки. Если вам нужен чек-лист, нужна скидка и ссылка на программу, программа также есть на сайте vmguru.ru. И у нас в инстаграме, если вы заходите по активной ссылке в топлинке, там тоже выбираете вкладку для магазинов нижнего белья интенсив и переходите на программу. И, конечно, я с удовольствием отвечу на ваши вопросы прямо сейчас. Вот, смотрите. Значит, во-первых, это очень грамотный вопрос. Я просто сюда его не включила. В принципе, у нас есть целый модуль, как презентовать сейл. То есть это сейл. Значит, блок правил. Сейл вы презентуете не так, как регулярную коллекцию, а именно по категориям. То есть, например, и делаете еще комфортную для покупателей развеску. Если вы понимаете, что сейла очень много, то вы тогда можете по размерам, там SM, да, и по категориям. Если вы понимаете, что сейла не так много, тогда лучше указать процент максимальной скидки. Там, допустим, минус 70, и там все размеры, но начиная от маленького к большому и по категориям. То есть, естественно, зона распродажи всегда отдельно от регулярной коллекции. Вообще, самая эффективная распродажа, она трехфазная. То есть, начальная стадия распродажи, вот самая активная и заключительная. Вот к сегодняшнему моменту заключительная уже должна была закончиться. Она может тоже проходить по двум сценариям, когда у вас все хорошо, там небольшие остатки, да, вы в глубину зала и можете еще там до сентября маленькую зону сделать. Если сейл прошел плохо, то вы усиливаете, вот, то есть, даете последний импульс сейлу и можете там писать финальные распродажи, ну, то есть, усиливать через витринный посыл. Вот. Но нужно понимать, что если у вас там разгар сезона нового, да, у всех, а у вас еще и сейл на витрине, это не способствует продажам. Кажется, ну, как прекрасно, да, то есть, я вот и это предлагаю покупателям, и с минус 70% скидкой. А покупатели перестают реагировать на регулярную коллекцию. Вот. Лучше убирать. Да. Существует три этапа сейла. Вот, то есть, начальный, средний и заключительный. В начальном этапе в глубине зала, ну, видно, со входа должен быть, ну, то есть, не во входной зоне. Когда активная фаза, то, конечно, это уже, по сути дела, весь магазин или, как минимум, вся входная зона, да, потому что есть еще такой момент, что чем агрессивнее у вас представлен сейл, тем покупатели считывают, что у вас лучше, ну, лучше скидки, да, то есть, у всех минус 30, но у вас до минус 30, значит, на каждом там оборудовании написано, а у кого-то маленькая такая фишеточка, пойдут к вам. То есть, правил много, это прям целый такой инструмент. Он просто совершенно не эмоциональный, и вообще постматериалы сейл делают раз и на несколько лет. Есть еще вопросы? Ну, подойдите тогда, оставьте свои координаты. Я думаю, чек-листы нужны всем. Кто хочет получить программу «Обучиться», тоже оставьте свой e-mail, мы вам пришлем. И буду рада вам помочь подтянуть продажи. То есть, тренинг такой без воды, очень… То есть, он вообще для владельцев и для специалистов. Ну, и вот занимает почти целый день. Десятки отзывов на сайте, так что изучайте. Спасибо вам за внимание. Спасибо. Спасибо.